Снова всех приветствую, друзья! С вами Дмитрий Холодильников, и сегодня у нас экспресс-обзор прошедшего подкаста Тарков ТВ Live с Никитой Васильевичем Буяновым. Говорили на подкасте про новый патч, арену и грядущие мероприятия на ближайший месяц. Новой информации у нас немного, но есть интересный наглядный материал, поэтому сразу же начнём. Патч 0.14. Главный вопрос. Когда? Планируется в декабре, но как будто готовится к новогодним праздникам. Будет ли вайп? Конечно, будет. Из контента. Его на самом деле хватает. Новая локация в центре города Таркова. Граунд-зиро или эпицентр. Стартовая локация, где будет ограничение по уровню от 15 до 20 уровня. Карта небольшая, лута на ней немного, но есть небольшое у нас видео по локации. Видно, насколько она выглядит где-то как улица Таркова, и в общем-то это и является её частью. На карте есть интересный нюанс. То, что да, за ЧВК у вас есть ограничения, но вот за Дикого можно на неё свободно будет заходить, поэтому новичков можно будет кошмарить. В принципе, эпицентр будет являться предпоследней добавленной локацией в игру перед релизом. Остальные локации по официальной информации у нас останутся на DLC. В патче будут внесены изменения на локацию Берег, так как большая часть карты в данный момент просто неактивная. То изменения, скорее всего, направлены на добавление точек интереса и, скорее всего, новых квестов. Улицы Таркова будут снова расширены, но, скорее всего, не территорий, а большей доступностью помещений в имеющихся зданиях. Появится долгожданная механика БТРа, который будет выполнять роль такси, поддержки, а также будет возможность один раз в рейд вывести лут с локации. Новый босс появится на улицах, это Калантай. В хрониках Рыжего его показали как бывшего полицейского, поэтому стоит ожидать его рядом с тематическими оформлениями. Из нового оружия. У нас есть коротенькие ролики, подчеркивая, что там еще старая отдача. Итак, это у нас пулеметы РПД и РПДН с креплением под ласточкин хвост. Пулеметы ленточные, калибр 7,62х39. Анимации очень сочные, как обычно, но вот сошки пока работать не будут. В целом, эту механику перенесли на следующие патчи, конечно, жаль. Два новых ствола под калибр 9х39, ВСК-94 и 9А-91. Более бюджетные, упрощенные замены ВСС и АС-ВАЛ в жизни. В игре же, скорее всего, будут более дешевые, менее надежные и точные, но доступные стволы под калибр. Модов под оружие почти нет, но зато с 9А-91 можно стрелять без глушителя. Зигзауэр Спир не показали, но будет в обновлении, также визуально переработают очередную старую модель, это СКС. Из новых механик в патче присутствовать будет расширенная система бронирования, которая включает и упрощенную систему кастомизации бронеплит, так называемых, а именно их замену при повреждении, без необходимости покупать новую основу для брони. Однако, вечными бронежилеты не получатся, и так как у них будут элементы брони, которые не поддаются замене. В целом, новая система бронирования уменьшит выживаемость ЧВК в тяжелой броне, так как если бронежилет имеет щели между элементами брони, то туда может прилететь пуля или картечь и нанести урон. Система бронирования будет касаться и шлемов, поэтому в патче ожидаются и новые элементы их кастомизации. Первая итерация волтинга в патче ожидается, или как у нас говорят, паркур. Анимации от первого и третьего лица выглядят здорово, но не особо замедляют даже игру. Также позволяют, наконец-то, выйти нормально в окно без 30 прыжков. Про выход в окно я, конечно же, про GTA 5 RP. Новая отдача. По словам Никиты, будет более реалистичная, с большим импульсом от первого выстрела, но более контролируемая в последующем. Новая отдача будет еще тестироваться на ETS, и если там дадут добро, то появится в патче 0.14. Новая система стрельбы с упором в левое плечо. Есть видео, смотрится здорово и тактикульно, но, насколько понимаю, целиться в таком режиме будет нельзя. Плюс, будут переработаны анимации огня вслепую. Системы пресетов расширятся шаблонами для зарядки магазинов разными патронами, то есть, если ты зарядил магазин разной набивкой патронов, сохранил как пресет, то в один клик сможешь зарядить остальные такие же магазины. Смотрителю дадут, наконец-то, услуги интересные. Первое, это помощь от зрячего, скорее всего, снайперская поддержка на большую часть карты, маяк. Второе, это охрана отступников, то есть, они тебя будут охранять, пока ты не выйдешь с карты. Ну и третье, это перемирие с культистами, то есть, они вас не будут трогать, скорее всего, если вы их трогать не будете. Новый функционал игры расширит система достижений. Получить их можно будет за различные действия в игре, участие в ивентах, турнирах. Оповещение о достижениях можно будет получать прямо во время рейда, а прогресс отслеживать во вкладке «Профиль персонаж». После вайпов ачивки не обнуляются, так что за них можно будет не беспокоиться. Для боссов без своей озвучки. В данный момент идет запись уникальных озвучек. Многие текущие квесты будут переработаны и ребаланснуты, а также будут добавлены новые. Ну и нововведения патча 014, которые нам не показали на подкасте, скоро будут показаны отдельно. И, скорее всего, нас ожидают еще и новый трейлер и новая музыка от гениального Геннеберна. По арене. Главный вопрос. Когда? Конечно же. Планируется на начало декабря. Но есть нюанс. Доступ к арене будет выдаваться волнами. Среди тех, кто купил Еуде Таркова или доступ к арене, будут случайно выбираться участники. Количество неизвестно, но если игра будет себя чувствовать хорошо, то волны будут проходить чаще и в итоге доступ получат все. Из нового, что удалось заметить, а смотрели мы как раз за матчами разработчиков, где играл сам Никита, немного изменили камеру после смерти, добавили больше эффекта рыбьего глаза, ну и всякие эффекты переключения. Также показали полноценный киллкам, где показывают после вашей смерти от лица вашего убийцы, как он на вас вышел, как он вас убил. Кроме этого, засветилась или, скорее всего, прозвучала впервые система раций, где фразы игроков звучат строго у твоей команды. Ну и такую же мы можем ожидать в основной игре. По общим вопросам, которые касаются обоих проектов. Первое. Никита сказал, что идет работа над каким-то новым противодействием читам. И сказал, что это будет очень сильная штука. Ну а по текущему с октября по ноябрь было забанено 10 тысяч читеров и RMT-шников. Движок Unity 2021, на который должен был перейти проект в этом году, оказался очень проблематичным. Поэтому команда приняла решение перейти сразу на Unity 2023. Но это будет только в следующем году. Версия EUD. Максимальное издание Таркова. Скоро уберут из продажи. На сайте сейчас есть таймер, после которого EUD купить будет нельзя. А за его покупку, возможно, будут давать еще и уникальную внутриигровую повязку. К старту арены в лаунчере Таркова будет возможность переключения игры между Тарковым и ареной. Ну а в декабре состоится первый крупный турнир по арене в рамках DreamHack. Который пройдет с 14 по 17 декабря в Ганновере, Германия. Так что приезжайте обязательно поучаствовать. Ну и в общем-то на этом все. Подкаст был небольшой, поэтому и ролик с новостями небольшой. Благодарю вас за внимание и особая благодарность ребятам, которые поддержат меня на площадке Boosty. Ну и на этом я с вами, друзья, прощаюсь. Всего вам лучшего и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok